С Доброй Пятницей вас! Сегодня 10 июня. Рады приветствовать вас на кнопке первого городского телеканала. Самое время, чтобы приготовить ароматный кофе или чашечку чая с ягодой и позавтракать вместе с нами. Этот утренний час вы проведете со мной, с Асель Растангалиевой. Знаете, почему эфир я начала с рекомендаций по ягодам? Потому что уже наступил сезон ягод, продают их практически на каждом шагу. Цены разные, но вот советы, как правильно выбирать ягоды, всегда одни и те же. Итак, ягоды сейчас будут на каждом столе. Если вы собираете гостей дома или в ресторане на торжестве, также ягоды мы с собой забираем, если едем на пикник за город. И чаще в качестве гостинцев, когда отправляемся в гости к знакомым, отдаем предпочтение именно ягоде. Но прежде чем покупать ягоду, внимательно осмотрите ее, чтобы на ней не было никаких механических повреждений и дефектов. Если заметите таковые, вы должны понимать, что либо она уже долго лежит на прилавке, либо ее повредили при транспортировке или выгрузке. Но результат будет один и тот же. В холодильнике она у вас пролежит совсем недолго. А если вам ее ставить на стол перед гостями, соответственно, она будет портить праздничный дастархан. Так что внимательно выбирайте и не торопитесь. Ягоды вам не квартиры от K7 Group, которые разбирают, как горячие пирожки. Так что если вы задумали купить жилье, то надо прямо сейчас ехать в K7 Group. А все потому, что строительный холдинг объявил скидку в минус 15% до 15 июня. Таким образом, на однокомнатной квартире вы сможете сэкономить более полутора миллионов тенге, а на двухкомнатной квартире более двух миллионов четырехсот тысяч тенге. Представляете, какая это выгода? Напомню, что в данный момент K7 Group возводит жилой комплекс Алия на пересечении проспекта Алии Молдогуловой и южной объездной трассы в микрорайоне Бат-Эс-2. Здесь вы сможете найти квартиру мечты не только за наличный расчет и в рассрочку от K7 Group, но и оформить жилье в ипотеку от отбаса банка с первоначальным взносом от 50%. Кстати, не знаю, слышали ли вы, но в Казахстане планируют запустить субсидирование ипотеки. Речь идет о первичной и строящейся недвижимости, обеспеченной гарантией единого оператора жилищного строительства. Предполагается субсидировать до 7% годовых от ставки вознаграждения по ипотечным жилищным займам, установив максимальную сумму ипотечного жилищного займа в зависимости от региона в пределах 15-35 миллионов тенге и 20-процентный первоначальный взнос. Срок кредитования до 240 месяцев. Другие детали условия пока находятся на обсуждении. Ну а о других новостях, касающихся новостроек, читайте на странице в Инстаграм. Здесь же вы можете проконсультироваться и по поводу коммерческой площади, ведь для бизнеса нужно помещение с просторным и удобным подъездным путем. В этом K7 Group тоже могут вам помочь, ведь открыв бизнес в жилом комплексе «Алия», вы сможете реализовать все свои планы, так как хорошая инфраструктура, плотная заселенность будет отличным толчком для развития бизнеса. Будь то пиццерии, салон красоты или продуктовый магазин, K7 Group гарантирует прибыль. С K7 Group всегда все просто. Доверяйте лучшим, стройте будущее вместе с K7 Group. КОНЕЦ Рады приветствовать вас на Первом городском телеканале. В эфире программа «Новое утро» с Ассель Растангалиевой. Сегодня пятница, 10 июня. В завершении недели поговорим об истории, памятниках и реставрации. Кстати, у Абая Кунанбаева есть такая цитата. «Только разум, наука, воля, совесть возвышают человека. Думать, что можно иначе возвыситься, может только глупец». Интересная фраза, правда? Заставляет задуматься. Кстати, 21 год назад, именно в этот день, 10 июня, в столице нашей страны, был установлен памятник Абаю Кунанбаеву. Постамент выполнен в виде отрезка степной дороги, по которой поднимается бронзовый Абай. Высота памятника составляет 3,5 метра. В руке он держит книгу, задумчиво глядя вперед, словно осмысливая свой путь и путь своего народа. Да, у каждого человека свой путь, у каждой страны свой путь. Вот и мы вышли на новый путь развития, приняв поправки в Конституцию Республики Казахстан. Пока мы осмысливаем это, давайте еще и обратимся к календарю, что увлекательного произошло в день сегодняшний, 10 июня. Сегодня весь мир отмечает Всемирный день мороженого. Эту дату приурочили ко дню первых массовых продаж мороженого в США в далеком 1786 году, хотя в кулинарии оно появилось на много веков раньше. Первым его прообразом был китайский десерт из перемешанных со льдом или снегом кусочков фруктов. Древние греки и римляне также лакомились очень холодными молочными продуктами и соками. Император Нерон любил снег с альпийских ледников, для хранения которого строились специальные погреба. По преданию, в Европу рецепт мороженого привез из Китая Марко Поло. Жерар Тирсен, кулинар из Франции, в конце 17 века создал рецепт замороженного ванильного крема с молоком и сливками, которые прозвали неаполитанским мороженым. Но патент на изобретенную мороженницу получила жительница Англии Нэнси Джонсон, которая из-за отсутствия финансов продала его американцам. Также сегодня день рождения киностудии «Союзмультфильм». Радостные ощущения, прекрасные анимации и современные спецэффекты нам и сегодня продолжают дарить художники «Союзмультфильма», у которых, кажется, фантазия никогда не иссякнет. Эту знаменитую киностудию открыли 10 июня 1936 года в Москве, и это был величайший прорыв в кинематографе, несмотря на то, что первый мультфильм предстал перед посетителями в черно-белом формате. Он назывался «В Африке жарко» и подарил зрителям целый фейерверк эмоций. Расцвет мультипликации пришелся на плодотворные 1960-70-е годы, когда публика наслаждалась такими сериалами, как «Малыши Карлосон», «Бременские музыканты» и, конечно, культовым мультфильмом под названием «Ну, погоди!». С годами в сфере мультипликации многое изменилось, но и сейчас детвора с удовольствием смотрят те старые сказки, в которых все настоящее – герои, декорации и голоса известных актеров. А еще сегодня день рождения шариковой ручки, полностью перевернувший представление о незаменимых канцелярских товарах. Кажется порой, что это совсем незаметный праздник, но в действительности это совсем не так. Изобретение венгерского журналиста Ласла Бира в 1943 году настолько облегчило жизнь людей, что они до сих пор с благодарностью вспоминают одаренного писателя. Новшество практически сразу по достоинству оценило руководство ВВС Великобритании, потому что использование перьевых ручек пилотами в воздухе было практически невозможно. Удачливый журналист Биро выгодно продал свое изобретение за миллион долларов в Аргентине, а купила его знаменитая компания Eversharp. Именно ей принадлежит массовое производство таких универсальных и практичных, долгоиграющих шариковых ручек, без которых представить современную реальность просто невозможно. 10 июня отмечается Всемирный день Модерна. Праздник был учрежден в 2013 году по инициативе одного из венгерских журналов и проведенного в Музее прикладного искусства там же в Будапеште. Организаторы праздника неслучайно выбрали в качестве даты его празднования день 10 июня. Эта дата символична как день памяти двух ушедших великих архитекторов эпохи Модерна Эдиона Лехнера и Антонио Гауди. День памяти этих двух замечательных архитекторов стал для организаторов праздника символом и послужил основой его цели – сохранению памяти культурного наследия эпохи Модерна. В этот день ежегодно в большинстве стран Европы с этой целью они проводят фото-конкурсы, выставки, экскурсии и семинары, издают книги и работают над документальными фильмами, посвящая их уникальному феномену в истории культуры и искусства – стилю Модерн. 93 года назад в подмосковном поселке Черемушки родилась будущая певица, исполнительница русских народных песен, романцев, эстрадных песен Людмила Георгиевна Зыкина. До начала Великой Отечественной войны она успела окончить всего четыре класса и пошла работать токарем на московский станкостроительный завод имени Серго Ардженкидзе. Параллельно с работой она продолжала учиться в вечерней школе. В послевоенные годы работала санитаркой-швеей. В 1947 году начался отчет творческой карьеры певицы. Людмила Зыкина приняла участие во Всероссийском конкурсе молодых исполнителей. В этом же году она была принята в Государственный академический русский народный хор имени Пятницкого. В 1949 году после смерти матери у певицы пропал голос. В 1951 году после восстановления голоса Людмила Зыкина перешла в хор русской песни Всесоюзного радио. В 1960 году она перешла в Москонцерт и начала свою сольную карьеру. В 1965 году Зыкина стала лауреатом восьми всесоюзных и всероссийских конкурсов. Помимо многочисленных концертов и гастролей, с которыми Зыкина объездила СССР и многие страны мира, она также вела педагогическую деятельность. Преподавала в Московском государственном институте культуры в Российской академии музыки имени Гнесиных. Необычайный по красоте голос Людмилы Зыкиной, любим и узнаваем не одним поколением слушателей. Течет река Волга, Оренбургский пуховый платок, поклонимся великим тем годам. Людмила Георгиевна Зыкина умерла в Москве 1 июля 2009 года от остановки сердца. Ах, это лето! Это солнечное счастье, хорошее настроение, конец депрессия, красивый загар и бесконечная радость. Именно так мы врываемся в пятницу, в настоящий летний день, когда уже и школьники, наотдыхавшись, думают наверняка, ну что же придумать летом. Родители, кстати, тоже ломают голову и подсчитывают семейный бюджет, во сколько обойдется летний досуг для их чад. Я могу сказать лишь одно – недорого, если вы решите сами их развлекать. Например, сходите с детьми на мультик «Я краснею», который уже показывают в «Локомотиве». Цены на билеты в пределах тысячи тенге. Или, если задумаетесь отправиться с детьми на пляж, на пикник, то тоже выйдет недорого. Можно сэкономить. Знаете как? Приобретя натуральные соки «Далафрут», потому что они выигрывают за счет объема. Также это и полезно, и удобно, и свое. Ну, в смысле, это местное казахстанское производство. И удобная упаковка. И точно могу сказать, объем сока такой, что еще и домой привезете то, что не допили. Также помните, что в соках «Далафрут» нет красителей, сахара, искусственных добавок и консервантов. Поэтому без опасения его можно давать даже детям. Ну и во-вторых, яблоки для натурального сока «Далафрут» выращивают не где-то за рубежом. Причем мы не знаем, каким образом их выращивают и начиняют. А в нашей стране, на юге Казахстана, в Туркестанской области, площади огромные. Производство масштабное, а срок хранения сока – один год. Но, правда, со дня вскрытия упаковки не более месяца. Ну и в-третьих, в соке «Далафрут» упакованы в асептические пакеты «Пачап», которые изготавливаются из пленки с фольгированным слоем. Он обладает превосходным барьерным свойством против кислорода и обеспечивает защиту жидкости внутри пакета, гарантированно защищая содержимое от загрязнения внешней среды. Упаковка натурального сока устроена так, что разливной клапан выливает сок из упаковки, но воздух в упаковку при этом не поступает и не пропускает, что позволяет, конечно же, достаточно длительное время хранить сок после вскрытия упаковки. Конечно, такие упаковки сока удобнее и надежнее брать с собой в поездку. Приятно и полезно. А еще выгодно и удобно. И об этом я неустанно буду повторять каждую программу. И все это соки до лавфрут. Заговорив, кстати, о напитках, пляжах и пикниках, сразу захотелось отдыха, честно признаться. Ну и поэтому предлагаю сделать небольшую музыкальную паузу под яркие картинки клипа о лете. Нужно больше любви, а тем не трогайте. Не спеша музыку заводи лишь танцуй, танцуй и люби, танцуй и люби, не спеша музыку заводи лишь танцуй. Наступит лето, 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 будем ждать рассветы эти, эти, бессонные ночи, ночи, ночи. Мы будем гулять под лунным светом, начнутся скоро танцы, танцы до упаду, веселья все. Только не молчи, не молчи, не молчи, вместе со мною подпевая кричи. Лето забери туда, где море, 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 белый, белый песок, чайки в небе лета, Та, как снежинка та, туда, где море греет и душу мою ле 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 ле, ле 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 ле, ле 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 Со мной подпевая кричи. Продолжение следует. Продолжение следует. Не знаю, знали ли вы. Но обо всем об этом в программе. Не пропустите нашу беседу. Усаживайтесь удобнее в своих мягких креслах и на диванах. Надеемся, что ваша мягкая мебель не просто удобная, но качественная. И выбрана в магазине Туркэви. Ведь тем, кто придет в магазин до 12 июня, повезет. Они смогут воспользоваться рассрочкой 0012. Встречайте это лето с обновками и оплачивая покупки без процентов и комфортным для вас способом. И помните, что весь товар в Туркэви прямиком из Турции. Мало того, что здесь богатый ассортимент и огромный выбор не только качественной мебели, но текстиля, декора. Так еще и в магазине Туркэви всегда радует своих клиентов гибкой системой скидок, разнообразием расцветок и импортными комплектующими материалами. Их адрес такой же. Проспект Цинкеба-Батыра, 24Т. Телефон 8-775-332-3407. Ну а дополнительные контакты вы сейчас видите на своих экранах. Инстаграм у них, кстати, тоже очень простой. Собачка Туркэви. И еще. Сидя или лежа на мягкой мебели проще и удобнее, конечно, смотреть на звезды. И прямо сейчас обращаемся к астрологическому прогнозу. Астропрогноз на 10 июня. ОВИН. День дает психологическую настроенность на стабильность, благоприятное завершение начатых дел, встреча с давними друзьями, родственниками. Можно освободиться от груза прошлого и жить настоящим моментом. Примите к сведению всю поступающую информацию. Определите свое общественное положение и семейный статус. Телец. Звезды благоприятствуют профессиональной деятельности. Тельцы, увлеченные своим делом, могут сегодня проявить свои способности и даже удивить сотрудников своей гениальностью. Желая добиться успехов на службе, выберите в союзники достойных людей. Только работая в коллективе, вы способны покорить вершины профессионального мастерства. Близнецы. Благоприятный день для тех, кто способен действовать самостоятельно, без чьей-либо помощи и излишнего контроля. Вы не склонны уступать сопернику и предпочитаете действовать и добиваться цели. Если вы захотите заниматься сразу всеми проблемами, то только попусту растратите свое время и силы. Рак. Не исключено, что сегодня вы почувствуете себя свободнее, сильнее, увереннее, удачливее. Многим предстоят поездки, резко расширится круг общения. Правда, ради успеха придется подсуетиться или полоноваться. Лев. Действуя скрытно и тщательно, продумывая каждый свой шаг, вы многого добьетесь. Ваши помощники – осторожность и интуиция. Благодаря им вы преуспеете даже в тех делах, на которые давно махнули рукой. Не бойтесь брать кредит, оформлять страховку, осуществлять вложения в бизнес. Дело. Ваша деятельность должна быть направлена на определение первоочередных задач. Будет ощущаться общая усталость. На этой почве, вероятно, обострение хронических проблем. Не стоит планировать далекое будущее. Рекомендуется отдых. Весы. Положение в доме улучшается благодаря усилиям вашей второй половины. Вы тоже ориентированы на семью, но предпочитаете выдавать руководящие идеи – отдыхать или заниматься с детьми, предоставляя повседневные заботы другим. Думайте о том, как лучше организовать обучение, какие новые возможности можно использовать для расширения бизнеса. Скорпион. Догматизм. Недостаток гибкости, а также зависимость от чужих инвестиций могут серьезно помешать в делах. Важно иметь лояльные взаимоотношения с партнерами. Избегайте беспочвенной ревности и зависти. Стрелец. Этот день может быть достаточно успешным, особенно для продолжения ранее начатых дел и задуманных планов инвестиций, капиталовложения в недвижимость, либо в расширение бизнеса. Стоит более внимательно отнестись к своим планам, проектам, еще раз подумав и взвесив все «за» и «против». Козирог. Вы можете сегодня добиться успеха в карьере. Поможет вам в этом высшее образование, изучение вопросов философии. Так что будьте готовы к карьерному взлету. Настройте на это своих сотрудников, партнеров и единомышленников. Водолей. Деньги могут приходить к вам через новые неожиданные планы и проекты, через покровительство друзей, через случайные заработки. Можно ждать подарков и сувениров от зарубежных партнеров. Стоит обратить особое внимание на вложение денег, провести ряд мер по защите своих интересов. Долговые обязательства выполняйте в срок. Рыба. Представители этого знака сегодня могут проявлять себя в социальной сфере, на работе, в домах, отдыхах, больницах, в религиозных организациях. Вы сможете достичь полного осуществления своих желаний, если примете участие в борьбе за урегулирование социальных конфликтов и несправедливости. Пятницу встречаем в бодром расположении духа, с хорошим позитивным настроем завершаем эту неделю. И встречаем нашего гостя. У нас сегодня в студии Кайдаров Алмат Узатович, историк Центра исследования, реставрации и защиты историко-культурного наследия Оксюбинской области. Доброе утро. Здравствуйте. Алмат Узатович, ну, центр, название достаточно длинное. В этом году центру исполняется 30 лет. Это, ну, достаточно большой юбилей. И вы существуете с момента основания нашего государства. Да, вот сколько лет независимости Казахстана, столько лет и центру в этом году. Расскажите, пожалуйста, чем центр занимается? Так, ну, наш центр, вообще наша организация сама возникла 28 декабря 1912 года. И с 11 сентября 2017 года она уже название таковой центра вносит. До этого она называлась Государственная инспекция охраны историко-культурного наследия. Да, вот и с 11 сентября 2017 года это уже центр исследований, реставраций и охраны историко-культурного наследия. Ну, наш центр деятельностью, ну, в шести направлениях ведет деятельности. В том числе это и исследования этнографического, археологического плана. Реставрация проводится, мониторинг, то есть охрана таких же памятников. Выявление, взятие на учет, придание статуса памятника. Потому что не все могут объекты иметь статус памятника, поэтому также это решается на комиссиях специальных. Ну, и, конечно же, также еще агитационная, пропагандистская агитационная работа. Потому что без того, что мы сами это знаем, и специалисты, которые заинтересованы в этом, знают, это ничего не решит. Потому что население тоже должно знать. Также и мы проводим такие же работы агитационного плана. Вот шестое как раз направление в это планы входит. Амад Узатович, получается, все памятники, которые в нашем городе есть, они у вас подучетны? Обо всех вы знаете. Какие в хорошем состоянии, какие не очень, да? Где требуется реставрация и так далее. Я правильно поняла? Да, да, да. Наша область сейчас, в данный момент, является по территории реально самой большой области. И у нас очень много памятников. И только в государственном списке, вот так вон, мы в райзале истреемо 850-900 памятников. Кроме того, есть еще предварительные списки. Ну и они, конечно же, находятся под охраной государства. Всякие действия, направленные против этих памятников, конечно же, караются законом. Данный закон, последний закон, который защищает эти памятники, был еще в 2019 году, 26 декабря принят. И в рамках этого закона мы, конечно, проявили свою деятельность. Ну и, конечно же, все эти регулярно, где-то по квартально проводятся мониторинги. То есть мы рассматриваем, в каком состоянии эти памятники, да, по городу и районам нашей территории, на территории нашей области. Эти памятники находятся под нашим охраной. Кстати, вот 859 памятников, это все-таки по области, да, то есть и в районах нашего региона и так далее. Вот интересно все-таки, когда, допустим, происходит вандализм. Понятное дело, что здесь включаются полицейские, да, соответственно, заводится дело и далее уже расследуется. Каким образом вы действуете? То есть вас непосредственно тоже касается, если я правильно поняла. Да, ну мы, как скажем, первичное реагирование, такие инстанции, первичное реагирование, мы выявляем уже факты. И, конечно, передаем уже дальше по инстанции Акимату, и дальше уже идет производство. Ну это не только вандализм. И это, если в районах, это может быть даже черные копатели. А это что? Черные копатели – это те люди, которые считают, что имеют право в таких памятниках истории и культуры производить частные личные раскопки и присваивать себе результаты, что там таится на недрах. То есть может быть, ну, грабеж. А вот, кстати, насчет новых памятников. В нашем городе часто появляются различные монументы, да, в том числе вот Микроенбатос-2 совсем недавно открывали памятник. То есть сразу же вы берете его на учет, да, и уже знаете, в каком он состоянии, и далее уже, конечно же, он у вас на контроле. Ну, насчет того, новых памятников, есть еще такой, согласно закону, эти памятники должны пройти еще в комиссии. Прежде чем открыться, должны пройти комиссию. То есть это тоже такая большая работа? Да, большая процедура, да. Но большинство в районах эти памятники, конечно же, эту процедуру игнорируют. Так, получается иногда, что... И поэтому они попадают так, получается, что они как бы незаконные памятники, и иногда выпадают из этой списка. Может быть, кстати, напомним нашим телезрителям, потому что вы сказали, что не все архитектурные ансамбли, скажем так, да, могут называться памятниками, если я правильно на ваших профессионализмах все это назвала. Ну, не только археологические, там могут быть архитектурные памятники, да, они придаются, ну, согласно закону, тоже там проходит процедура, и придание статуса памятника также придаются специальной комиссии тоже, ну, та же длинная процедура тоже. А вот несколько лет назад у нас появлялись различные тематические памятники, аллеи. Аллея финансистов, и был установлен памятник Тенге, 100-тенговая, да, по-моему, металлическая такая была. Она тоже считается памятником? Нет, они считаются малым архитектурным комплексом. То есть они у вас на... Как памятник, такого не считается. Часто же, кстати, происходят различные такие вот моменты, когда вот эти памятники, скажем так, не знаю, либо сдают в чермет и так далее. То есть они имеют какую-то, ну, скажем так, для людей, которые пытаются наживиться, то есть они для них, естественно, оценивают ее в денежном эквиваленте. Бывает? Происходит такое? Да, это была, например, самая известная и нашумевшая история с вечным огнем. Да, где-то в 90-е годы тоже там произошло как раз кража звезды, бронзовые звезды. Она представляла для тех же вандалов, конечно, материальную ценность. Они считали, что, ну, можно нажиться на этом, что никто не заметит, никто. Ну, основное, это дело закончилось тем, что все-таки эту звезду нашли и не в нашем городе даже постанавливали. Окей. Ну, и вернули, конечно. Эта звезда вернула. Вы говорите о таких, ну, приводите в пример такие факты, о которых многие не помнят, собственно. Вы в Центре как давно работаете сами? Ну, я в Центре, в принципе, не так уж и давно работаю, с 2018 года. Ну, помимо этой последней должности, которую я занимаю, я, конечно же, занимался деятельностью, ну, учительской, скорее, да. Я историк. То есть вы всю свою жизнь посвятили все-таки истории нашей страны, в том числе нашего края? Да. Ну, да, краеведческие истории, истории Казахстана. В принципе, работа в данном Центре, она, скажем так, обогащает, духовно обогащает, потому что знание своего, конкретно нашего края, вот даже не только в целом истории, как страны, там, народа, но и же конкретно нашей крае, оно более одухотворяет, наверное. Да. Я, в принципе, очень доволен тем, что смог попасть в эту организацию и стал работать. В принципе, не только обогатил знания, но и, скажем так, духовно вырос. Алматы Затович, вот сейчас мало кто все-таки интересуется историей края, да, на уроках, опять же, вы и ваши коллеги, да, на уроках истории, конечно же, рассказывают где-то вскользь, где-то, может быть, и сами каких-то вещей, я не знаю, да, все-таки информации очень много, но, тем не менее, какие вопросы задают нынешнее поколение, вот в этом году все-таки день, год ребенка, да, может быть, какие-то мероприятия вы проводите? Да, ну, да. В этом году президентом нашей страны был объявлен годом детей, и в рамках этой программы, и в шире, если выбрать деятельности, пропагандистико-агитационной деятельности нашей организации, мы проводим лекции, да, вот, выезжаем в школы и проводим лекции с детьми, рассказываем о памятниках, которые на территории области и, конечно же, города, ну, и в рамках этого года, если говорить, то вот были проведены ряд мероприятий, например, 18 апреля, это наш профессиональный праздник, 18 апреля, и в рамках этого праздника совместно со станцией «Юный турист» были организованы видео- и фотоконкурсы, да, памятникам, посвященные памятникам не только нашего Ахтюбинска, но и целого Казахстана. Все желающие по Казахстану могли принять участие, и наши сотрудники были жюри, составили жюри. Так, после этого, 5 мая, были, началась у нас серия экскурсий. 5 мая, вот, школьниками Ахтюбинского областного специализированной физико-математической школы, школы-интерната, были проведены экскурсии, ну, мы отправились в мечеть Шакин-Ишан, это Алгинский район, да, ну, как раз в этом году там начали реставрации. Затем, 7 мая, совместно со студентами Ахтюбинского регионального университета имени Кадаберген-Жубанова, были, отправились на экскурсию в «Волчий водопад». Да, знаменитый, кстати, да. Затем, 17 мая, совместно с студентами Ахтюбинского технико-технологического колледжа, мы отправились на экспедицию в Баркенкум. Это где? Это в Уинском районе, ну, он очень уникальный памятник, он еще со времен, скажем так, до динозавров, да, нет, скорее динозавров, времен динозавров остался памятник, потому что эти пески, они как бы были дном Мирового океана, Тетис, ну, такой, Древнего океана, который на территории нашей области был когда-то. Когда вы приводите вот такие вот примеры, подрастающие поколения, наверное, ну, удивляются очень. Ну, да, в принципе, да, потому что именно по памятникам можно всю историю изучить, в принципе. Да, не только, еще 18 мая вместе с Ахтюбинской областной школой-интернатом для ограниченного слуха и речи, дети были отправились на экскурсию на родину Герой Советского Союза, Али Молдогулова. Абдинский район. Да, Абдинский район, да, в село Булак, да, ну, в патриотический центр, там, и, конечно же, там же показывали памятники, там, где родилась, ну, на примерах этих. И буквально вот в пятницу, 3 июня, тем же Ахтюбинской областной специализированной физико-математической школой провели экскурсию по городу, по нашему городу, по Ахтюбинской достопримечательности показали. Ну, в принципе, наглядно, если показывают, то больше, наверное, усваиваются детям скорее, чем... Если бы вы у доски рассказывали и все показывали на картинках. Да, даже если картинки показывать, там, видео показывать. Кстати, наша организация тоже сняла более 20 видео по памятникам нашей области. И как раз их можете увидеть на сайте нашей организации. Алматы Затович, еще один такой вот момент. Мы как-то для утренней программы записывали интервью с молодым человеком. Он развивает туризм, внутренний туризм именно по нашему региону и показывает различные достопримечательности как раз. И рассказывает в том числе об интересных памятниках, проводит экскурсии. То есть люди на коммерческой основе все это делают. Обращаются ли они к вам за информацией? Или, может быть, вы каким-то образом сотрудничаете с ними для того, чтобы передать вот такую ценную информацию, которая бы привлекла, скажем так, туристов, может быть, из других регионов, а может быть, даже стран? Да, ну, вопрос с внутренним туризмом, конечно, очень важен в современном обществе. В принципе, обращались к нашей организации к такой просьбе именно к департаменту туризма. С их стороны было такой запрос, мы, конечно, содействовали, помогли, даже маршруты составляли для них. То есть что можно показать, к примеру, да, какие локации? Красные вещи, да, локации, те же природные памяти, как очень популярны сейчас у населения. Ну и, конечно же, с 2019 года пройдет большая программа «Сакральная география Казахстана», большой программа. В рамках этой программы, конечно, проводили очень много работ. И в нашем Активинской области статус республиканского значения таких вот сакральных объектов, 12 объектов таких вот и 48 объектов местного значения. Эти объекты, конечно же, имеют туристическую привлекательность для нашего населения, потому что сакральные объекты, они, конечно же, имеют такое духовное обогащающее значение. Да, тот же очень популярный среди населения нашего города – это Исид-Патыра. Да, в Абзолее в том числе очень интересен. Очень популярный, особенно для выпускников, да, они с просьбами, когда отправляются там внутренне, там духовно пытаются как-то воздействовать на сакральные силы. Да, и, конечно же, это все должно развивать туризм, да. И мы садействуем в этом. Да, достаточно интересно. Кстати, вот помимо, мы говорили, что в этом году объявлен годом детей, да, дети, взрослые, не знаю, подростки, туристы и все люди, которые к вам обращаются, основной такой вот вопрос, который часто вы слышите из их уст? Ну, конечно же, они, в принципе, многие памятники первый раз слышат. Да, очень много памятников, которые никогда не слышали. И даже если слышали, они не обращали внимания на их историческую значимость. И, ну, скажем так, хронологические рамки не знают, когда они возникли. Те же, если и говорим о том же метеорите Джаманшин, например, то оно, конечно же, очень древним. Там, миллионы лет, там, даже некоторые ученые, даже те же американские ученые, которые предполагают, что именно метеорит Джаманшин принес жизнь на Земле. То есть это еще... Есть такая теория. Да, теория есть, да, по той же теории пансперми, оказывается, наш Джаманшин был первым источником жизни на Земле. Да, ну, такие памятники бывают, там. Те же, это Бархан Кунг, которые говорили. Те же студенты, они первый раз слышали, что такое вообще у нас существует. В Хабдинском районе, например, есть лес Шокпар. Это еще... Чем он знаменательный? Он лес, который сохранился еще со времен Лидникового периода. Ого. Да. То есть наш регион, он относится к степным или полупустынным ареалам обитаниям. А тут целый лес, который с Лидникового периода еще остался. Тоже достаточно интересно, да. Не только для детей, кстати, для взрослых тоже. Я тоже при нашей беседе открываю многие для себя памятники. Когда рассказываете об истории, все-таки люди заинтересовываются. А люди, которые любят, допустим, скажем так, копать, да, то, соответственно, они стараются побольше информации изучить. И приходят, естественно, к вам в центр. Да, ну, пытаемся. По мере возможности. Потому что некоторых памятников, в принципе, они не имеют много информации. Просто тяжело найти. Потому что наша история не имела письменности. Поэтому многие, что осталось, как бы утеряно. А вот за годы работы в центре вы сами для себя что новое открыли? Может быть, какой-нибудь новый памятник, о котором даже вы, исходя из вашей деятельности, сколько лет вы в истории не знали? Ну, нет. Ну, в принципе, все памятники, можно сказать, что они очень значимые для меня сам лично. Ну, в принципе, исследуя наши памятники, я заметил очень интересную вещь, что наши надгробные плиты, колтас, да, имеют очень интересную структуру. Потому что я до этого так внимания не обращал, но, оказывается, если приглядеться, то они, скорее всего, наследие еще до мусульманской, тюркской эпохи. Потому что тюркские эпохи были еще балбалы, да, так изображающие человека, усопшего, скажем. В данном клутасе тоже, если приглядеться, оказывается, они могут много чего показать. Даже не читая надписи, можно узнать, кто был усопший. Батыром был, и на клутасах изображено его оружие, или женщина с этими шолпами, там. Или если это мусульманский деятель, чалма там изображается. Видно сразу, что кем было именно это. Ну, конечно, по канонам мусульманским изображать лицо нельзя, при целом лицо, но в целом получается, что можно догадаться. Ну, в этом плане, может быть, я что-то новое для себя открыл. Ваши коллеги, кстати, которые, наверное, пишут докторскую диссертацию, да, профессорскую, тоже обращаются очень часто именно в центры к вам. Ну, да, мы честно сотрудничаем с университетами Неркуда Вергены Жубанова, да, они тоже так же и проводят исследования. Кстати, мы же проводим археологические и этнографические исследования совместно с музеем. То есть вы езжаете? Да, мы экспедицию отправляемся, да. А вот касаемо реставрации, какие памятники были в последнее время отреставрированы? Так, ну, в центре в этом году проводят реставрацию того же мечети Шакин-Ишан, да, в Алгинском районе. Вот есть такое село Сартугань, да, возле этого села небольшое такое село, там есть памятник, остатки, вернее, там только стены остались, мы проводим реставрацию, пытаемся восстановить. Да, это памятник. Затем Алмат-Тама. Это где? Это в Ирвийском районе, это был один предводитель, Сардар, Алмат-Сардар, у него большой мавзолей, он похоронен не только он сам, это его сыновья, там пять сыновей, внуки. То есть такой семейный. Да, семейный, да, некрополь получается. Ну, проводим там реставрации, планируется еще ряд памятников, тот же Кук-Мечеть, там Дошан-Ишана, ну и многих-многих, очень много еще реставраций, еще работ много для нас. Спасибо большое за сегодняшнюю беседу, спасибо огромное, что познакомились с деятельностью своего центра, потому что, на самом деле, ну, я не думаю, что многие телезрители знали о существовании центра, а работа проводится достаточно много. И самое главное, что вы открываете такие интересные, сакральные места, в том числе, да, памятники, проводите реставрацию. Напомню, сегодня у нас в студии был Кайдаров Алмат-Узатович, историк Центра исследования реставрации защиты историко-культурного наследия Актюбинской области. Дорогие друзья, вот на такой вот полезной ноте завершаем наш сегодняшний эфир, но через несколько минут включимся вновь, пожалуйста, не переключайте канал, оставайтесь с нами. Прощаемся от всего, сейчас прямо только с гостем. Удачной вам пятницы! Старайтесь, чтобы ваш день прошел максимально продуктивно и полезно. Понимаешь, что не каждый день может быть плодотворным, но стараться надо, а еще попытаться для этого создать максимальный комфорт как в квартире, так и на рабочем месте. В этом вам помогут в мебельном центре Вавилон. К примеру, дома. Ну, какая самая посещаемая комната в квартире? Конечно же, исключая кухню. Верно, ванная комната. Но ванная комната – это помещение, где уровень влажности всегда повышенный, поэтому столешница для нее должна изготавливаться из экологически чистого материала. Искусственные камни, например, акрил или кварцевый агломерат, именно такие. Их плотная текстура бесшовным соединением не позволяет распространиться микробам и бактериям. По структуре эти материалы достаточно плотные, не набухают и не расслаиваются от частого контакта с водой, оставаясь неизменным, конечно же, внешней. При этом уход за столешницами из искусственного камня минимальный. Достаточно просто протереть их поверхность чистой влажной тряпкой. За остальными рекомендациями просим обращаться в мебельный салон «Вавилон», который находится в микрорайоне БАТ-С-2 по проспекту Таульс-Сдек-18. Кстати, они работают с 9.00 и до 19.00. Их инстаграм – собачка, вавилон, нижнее подчеркивание, октубе, 8776-172-4040. Номер телефона, по которому вы сможете с ними созвониться. Ну и, конечно же, совсем недалеко от них находится еще один наш партнер – профсерконсалт. Их адрес – микрорайон БАТ-С-2, дом 19В, телефон 8771-858-9929. Их инстаграм тоже очень прост. А вот на такой позитивной, полезной и доброй ноте завершаем эту неделю. Завершаем наш утренний пятничный эфир. Не прощаемся надолго, потому что уже в понедельник в этой студии вас встретят мои коллеги Дмитрий и Маша. И будут желать вам добрейшего утром. А вы не скучайте по нам. Прощаемся с вами до понедельника. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин